Вот здесь Ага, ага, ел Ей, ел, ел Байпал тута, да, как всегда Ты хочешь знать, что такое якутский рэп Ты думаешь, что я скажу, что это бред? Нет Как и когда вы познакомились с хип-хопом? История появления ваших никтеймов И чем ли вы занимались еще, кроме рэпа? То есть танцы, граффити и все остальное Ну... Я помню это время Пытались заниматься всем Но им что-то не получалось Это был класс, я не знаю Шестой Шестой, да Тут еще на перекрестке Лермонтова-Дзержинского стояли эти варьки, помнишь? Кассетами торговаривали Я там этот... Смотрю, какой-то негр стоит Ну, купил кассету, а это оказался тупак со своим альбомом Тупокалипзинал, по-моему Да, да, да Какой-то негр Какой-то негр Но я не знал, что за негром не должно, что что он хватит Ну да В итоге негр Марку очень понравился Да Ну, звучание Потом периодически я начал покупать негров в этом же магазине Ну, кассеты с неграми Ну, и потом уже пошло осмысление того, что это все-таки рэп И... Ну, и вкинулся как-то Ну, и, конечно Просто слушали одно время, в детстве, там, до класса какого-то? Восьмого, да? Девятого... Нет, восьмого-восьмого Потом мы... Что-то уже пытались там... Да, что-то пытались там... Как бы это было забавно Такие были, как там, аудиомагнитофоны двухкассетные А, ну, это классика У всех ребят того времени было так То есть двухкассетный магнитофон, там, раз Типа, запись наложения Да Достроенный микрофон, короче Ну, и помимо всего этого, мы что, занимались граффити, да? Ну, пытались Пытались, пытались, да Пытались, ну, как все в те времена пытались Тогда в городе все это не особо развито было Приобщиться, так сказать, к хип-хоп-культуре Вот А у меня было примерно так В девяносто шестом году, тоже, на день рождения Мама купила кассету Тоже, с двумя какими-то дядьками, не понял На кассете было написано Грид Локт в тупике Это был оригинальный саундтрек Фильм, короче, в тупике Там Тупак Шакур был, короче Ну, в основном его музыка Потом еще там что-то включать Ну, поначалу я нихрена не понял А потом что-то музыка, короче, прокатила И очень некоторые треки понравились А ты фильм тогда еще посмотрел, по-моему? Нет, фильм я позже потом посмотрел Фильм, потому что был трэш и про нарколы, короче Зачуханных вообще Ну, отличный фильм все-то Фильм отличный, ну, то есть это Не извиняюсь для пиздюка, короче Которым 12 лет Даже меньше, как 11 Вот, а далее пошло, приехала Она вот С товарищем тоже уже в 97 году Пошли, короче, покупать кассеты Внешние вещи был такой замечательный магазин Вот, и Короче, что бы взять О, опух, эй, Onyx Взяли Onyx Альбом All We Got It Jazz Вставил вообще жестко Вот эти вот биты, именно вот это Короче, смачные вот это Голоса вот этих Злобных, короче, негров Нет, в те годы еще магазин был на юбилейном Да, кстати Там тоже про этот магазин небольшая история Да, есть Потом, когда уже стали переходить на отечественную музыку Там, что-то пробовать, слушать Там, что-то понравилось Нам очень с Марком понравилась Была такая группа Десовый ритм Блин, офигенно Я даже вот сейчас ее с удовольствием слушаю Настрагирую Потому что, ну Даже на сегодняшний день Вот, по нынешним меркам Очень музыкально, очень талантливо Мне кажется, там это все дело Как звонки, опять запел Да Это хорошо Не плохо Вот, и мы с Марком, значит, кассеты стоили 14 уже рублей Не, 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 подожди Ну, не, не, не В общем, мы по семерке с ним сложились Укупили кассеты на двоих Вот Ну и заслушивали ее там до дыр Там Потом пытались собрать все три понятия и черепа Тоже было, коллекционировали там Ну, это тоже было, у всех было Рэперов, так скажем, нашего поколения Это уже попсакеров Интересно Ну, в общем, с этого все и началось Потом Как-то Ну, решили Точнее, я решил попробовать почитать, короче, написать Ну, с текстом были беды, короче Ну, то есть, вообще никакого опыта не было Там такой маразм Ну, ладно Короче, нашел какой-то бит из там сборника Jungle, по-моему, что ли Тогда тоже очень Jungle музыка нравилась Прошли с ребятами Ребята, давайте рэппак сочиним, короче Написали какой-то бредовый текст на три куплета Это был один из членов Это уже Мерга Это Мердеса Да, вообще Короче, получилось Трешово, забавно И Не знаю, если бы я сейчас услышал, я бы, наверное, боссался от радости От ностальги и, собственно, от смеха Я бы со стэда померил От стэдин, но это было прикольно Как бы Да Вот Ну, собственно, с этого все и началось Стали потом пытаться там что-то графики там рисовать Пытаться там брейк Ну, это ты пытался, я как бы, да Особо не получилось Не получалось, скажем так Особенно элементы power move, где там Крутиться там на башке Тогда Валек еще, короче, вырос И там вот у него там, представляете, это как гриб, когда каланчаток Крутился Короче, да, это с моим ростом Он все в квартире сносил просто ногами свои С моим ростом это немножко Небольшое отступление в прошлое Расскажите что-нибудь про 90-е Про более старые группы, которые вы знаете Которую вы слушали тогда Или, может быть, с кем-нибудь тусовались Да мы так-то особо не с кем-нибудь тусовались Мы как-то дружили так А одноклассники получаются В 90-х, в смысле, которые старше нас, ребят, имеете в виду? Да не особо, честно говоря Разве что была такая, как назвать, группировка Ган-клан Ну, о фига Ну, старшики Ну да С них брали, как бы, например Забавный Один из них был моим соседом Собственно, старший брат нашего друга Да Одноклассник Ну, тогда вот Там для нас был какой-то некий Не то, чтобы талон Ну, они совсем старшие, не казались Ну, как бы, старшее поколение Ну да Ну, честно говоря, ни разу не слышал Вот, тех годов группы, там, ни одной песни Не, я помню, что-то где-то Какой-то Короче, какой-то был фестиваль И выступали ребята всякие, там Потом Руслан Ачиров, там, как много группы было? Азон Бузон Они выступали, да Тоже Прикольно Ну, я не помню Интересно, короче, тогда Ну, то есть, немножко тоже, как бы Подстегнуло, что-ли вот так Теперь перейдем к вашему знакомству И, собственно, появлению группы Sweet Town Brothers И расскажите еще про проекты Которые, возможно, были до этой группы Проектов сразу, скажем, не было Никаких А знакомство у нас произошло в третьем классе Да, вот К нам в школу Ну, то есть, мы учились, да В девятой школе Я там учился с первого класса По одиннадцать От звонка до звонка Ну, в школе, конечно Я на тот момент в третьем классе приехал Стиксипом Да, вот как раз Марк перевелся, получается Я там была Нас было в классе два якута А сейчас посмотрите в школах, что происходит Одни якуты Ни одного русского Динобразие Короче Как-то так знакомство Ну, вот Начиналось это все ради прикола Я не помню уже точно, как Не, ну почему ради прикола Как мы вот прямо вот так вот влились И ставили прямо вот выступать Не, почему Не, мы уже у меня по вечерам собирались Когда я вот тут Мы уже с братом одни жили А, ну это да Когда мы уже записываться начали А, ну Тогда уже вот пошла как бы Как сказать Ну, история группы, можно сказать Наши А так до этого просто там Ну, дырю маялись Ну и вот с названием тоже прикольная история Короче Не знали, как называть группу То есть Хотелось как-то так Ну, смачно, зычно Короче Ну, английский язык Тогда, скажем От нас был далековат Вот Ну, надо же как-то по-иностранному Так что Рэперская банда В конце концов Короче И этот Была такая Как же Типа Программка, что ли Да Ну Как сказать Не программка А сборник В общем Короче, да Ну Для рэп-группы Типа название Как-то она назвалась Сейчас помню На плейстейшен Еще был круто Диск Да Ну, в общем Не суть И, короче Сначала Хотели Ну, выпало название Нашли О, стрит-таун-бразерс Потом Что-то как-то Как Бэкстрит-бой звучит Как-то странно Потом Свит-таун-бой По-моему Было тоже Тоже Что-то не шо Что-то пиздец Да не-не-не Потом В одно сделали Получается Который стал Более-менее адекватно Завучать Ладно Пускай так будет Какого-то потайного Смысла Я не знаю Там Названий не было Просто Круто звучало Потом Сократилась До аббревиатуры Стебе Был такой Проектик Хотел Из него Что-то Сделать Типа Как Из первых Букв Там Тоже С Т Бро Собственно Как-то Так Давайте вернемся К первому вопросу Потому что Вы так и не ответили На вопрос По поводу Ваших вторых имен Так Насчет моего второго имени Скорее всего Ответит Валентин Да Короче Я не помню В далеком шестом классе В 96 году Марк Ну у него со зрением Немножко беда Марк ходил В таких прикольных Роговых Очищих Короче И один из одноклассников Там что-то Короче Застрил Про крота Ну вот так и прижилось Хотя нормальное мне зрение Минус за Тем не менее Очки были Роговые Да Было дело Короче Вот так вот По части моего Никонейма Это совсем Не Никонейм Меня так зовут С детства И всегда звали Блин Меня зовут Валентин Валек Вот Был у меня там Один никнейм Но он не прижился Скажем так Восемь Лет Этот как раз таки почти Но Только в тесной компании Одноклассников Как-то так Какой-нибудь Стандартный день Из ваших рэп-будней Как вы вообще Проходили ваши дни В начале 2000-х Это было Это было Пару пачек Доширака И бутылка водки Перед мамой Будет спит На маму Не смотри Блин Блин Да Это были прогуленные Уроки Выпито Дерьмовое Там Какой-нибудь Очакова Пиво Москворецкое Еще Пивка Плохое Ну все Песня готова Да Дурачились Записывались Весело было У очень старой тусовки Под названием Донет Юнити И еще у пар групп Были такие песни Под названием Сладкий город Имели ли они Какое-то отношение К вашей группе? Ну то что Фиша записал Под названием Кстати мы с ним Тоже очень Прилично Так записывались Нет Я помню Мне Фиша позвонил Это был Не помню Какой год Он мне включил Вот эту свою дамку То что Что там Свои митинг Сладкий Сладкий Егор Что-то там Ну ага Что-то Приходи записывать Да-да-да И что-то Ну потом забил И потом В итоге На эту тему По-моему MJ записался Я не помню Насколько Точно Но это Прикольно Да Вот Кстати вот Что касательно Фишки Про него Как-то тоже Так получилось То что Немножко забыли А зря Поскольку Поскольку Он можно сказать Что состоял И в Урбан Райме В тот момент И записывался с нами То есть Как бы был Частью нашей Ну да Мы очень тесно Как бы Сотрудник Общались Где-то вот Ну поскольку Он был постарше Немного И поопытнее Где-то там Что-то у него Даже можно сказать Научились Ну да Вот так вот Сейчас Тоже ему респект Миша привет Где он сейчас Интересно Ну да Группа Группа STB В начале 2000-х Была достаточно Известна И мне Мне известно То что Вы выпускали Сборник На кассетах В цепях Микрофона Можете рассказать Именно об этом Сборнике Как он появился Какие группы Там участвовали И вообще Какая цель У всего этого Была Это же с Муравейником Было По-моему Да Цель была Просто Наконец-то Записаться И выпуститься Да Что-то Как бы В тираж Пойти Там были Как там Киношника Группа А Свобода Слова Потом Эти Ну Муравейник В общем Это Басота Муравейниковская Это Наша Ну Наша Да Ребята Я никому Не хотел Оскорбить Как раз В 2001 По-моему Газу Да Познакомились Ребята Несколько Решил С дубайкой Начали Тусить Какие-то Совместные Треки Делать Короче Было Интересно Много Что Интересно Мы С ними Заобщались Это Был Hip-Hop Life 4 КЦ Да Да Так СТБ Это Наверное Единственная Тусовка С тех Времен Которая Имела Дело С Абсолютно Разными Группами Из Якутска Можно Сказать Там Долго Можно Перечислять Урбан Райм И вплоть до Джиды И не говоря уже о таких проектах Как Избитая тема И 4 района Где СТБ Составляли Основной Стержень Групп Что Вас Всех Объединяло И куда Это все Исчезло В какой Момент И почему И ваши Конфликты Классический Вопрос Наиболее Известный Конфликт Это Начиная Смена И Союз Молодежи Что касательно Групп Да просто Мы были очень Компанейскими Ребятами Да Со всеми Общались Хорошо Ну то есть И были общие Вот эти Интересы Которые двигали Непосредственно Музыка Ну так далее Ну со всеми Общались Ну помимо Эти Союза Молодежи В те годы Сейчас в принципе С ними нормально Как бы Да конечно Это нормально Даже смешно Вспоминать Конфликт Это же 9 класс Конфликт Был Короче Такой Мы пришли На какой-то Там тоже Хив Купай Короче Нам устроили Прослушание И еще говорили Как там Двигаться Там Чего Кого Чего За бред Это было Подростки Мы так Прямо Оскорбились А тогда В то время Никто еще Не писал Ну дизреспект И там Дисы Короче Ну не принято То есть Это вообще Как откровенный Наезд Короче И угроза Да Это еще Было До Дисов Между Шефом И легалайзом Да Конечно Хотя Это все Ну как бы В культуре Был Ну чисто Словесно Короче Потом Вот эти Баттлы Пошли Которые Там Друг друга Затирают Там Раз Ты поел С ночной Смены Я не помню Почему у меня конфликт Произошел Вот я не помню Даже с кем Почему Что это было Я как бы Прекрасно С парнями Общался Нормально Ребята Даже записывались Да Записывались Вообще Ну короче В общем Я там Накатал Какой-то Минусок А Мартова Взял Испортил Записал Дисно Союз Молодежи Ну и короче Пошло Поехало Потом Куча Сарач Говна Ну зато Как хайпанули Не забывайте Это мастер хайп Но это не точно Вот так вот Было весело А по поводу Нашей совместной группы Типа Избитой темы Четырех районов Там много Ну так же Так же Ну да Это как бы Интересно То есть Сразу Ну это были разные тусовки Как бы Ну мы Что там Сразу Записаться С кем-то Что-то Ну и так Поприколы О ребята Давайте запишем Трек Как это вообще Выглядело Примерно Приходишь Допустим К товарищу К марку В частности Домой Стоит у него компьютер Накатали Какой-то там Биток Там кое-какого Там Подровняли Подмастерили Обрезали Ну сэмпл Короче Тут же Написали текста Каждый там Свой куплет И давай В этот В гусачок Короче Там Читать Там Кто за сколько Дубли Обрезали Сам себе Бэки поставил Дрек Готов То есть Кто сводить будет Что делать будет Вообще Похуй Главный процесс Главный процесс Бонус На результат Особо Не И потом Все это Выкладывали В интернет Зачем Просваять Почему Группа Так и не доросла До своего Первого Альбома А у крота Вышел Свой сольный Альбом Как так Произошло По части Первого Альбома Нет У нас Был Да Такой Как сказать Всевдо Альбом Записывался Тупо Дома Тупо На кассету Даже Обложку Сделали У меня Где-то Там Лежит Достал Нашел Кассету Я Ржал Блин Надо найти Нормальный Дыковый Магнитофон Чтобы Это Послушать Я Потому Что Даже Не Помню Что Там За Бредятина Короче Но Достаточно Так Ага Хип-хоп А у меня Даже Не Альбом Был Это Просто Был Сборник Всех Моих Треков Альманах 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 Кратак Со Временем Проект СТБ Перерос В Проект Эстебро Не Совсем То Есть Получается Мы Немножко Как бы Повзрослели Забросили Там Какие-то Интересы Там Жизненные Туда-сюда Ну Так Допустим Получилось У меня То Что Я С музыкой Связан Самого Баскетболом В частности Майкл Джордан Из меня Немножко Не получился Вернулся Обрат В музыку Короче В итоге Скрипку Бросил Пошел В баскетбол Потом Вернулся Обрат Спился За них Шесть лет Не пил Потом Пошел В школу Дурно На меня Вернули Короче В итоге Вернулся В музыку Но Как бы Рэп Как Именно Как музыка Вот В таком Плане В котором Мы его Делали Мне Немножко Чего-то Больше Потом Моё Знакомство С бас Гитарой В 2003 Году Произошло Начал Манячить Инструмент Мне очень Жестко Понравился Прямо Захотелось Чего-то Большего Ну и так Больше 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 Там Это был Пиздец Приходишь Ему В гости Он сидит Своим Гитары А не Давай Поговорим Если хочешь Чего-то Научиться Дорогой Дружок На это Надо Потратить Очень Много Времени Не надо Маньячить Тогда Все Будет Хорошо Вот так Если Он захочет Людей Убивать В этом Тоже Нужен Определенный Талант Людей Не Убивают Дружок Это Плохо В Ад Можно Попать Как-то Так А ну Так Мы же Наспользуем Мы же Про Само Эстебра Эстебра Это Получается Был Такой Некий Проектик Я тоже Не знал Как Назвать Пришло Старое Родное Название В голову Значит Был Проект Такой Музыка Больше Мазафака Так Назваемая То есть Рэпкор Который Марк Поучаствовал Другие Ребята Было Очень Дело Довелось Привычки Но в итоге Достаточно Интересно Получилось Кстати Трек До сих Пур Есть В интернете Оказывается Я не Довар Охуел Короче Решил Послушать Включая Бах Мне Вконтакте Это Начинает Проигрывать Где деньги Старое название Оно Как бы Из этой аббревиатуры Сделал То что За горючку В мазафакерском Стиле Ну Назвам Это неума Не фантезия Козел Ваше вступление В муравейник И почему После вступления Вы сменили Свои вторые имена На другие Не совсем У Марка Пьяный пианист Относилось Как раз Ближе К сольной Деньги А у меня Доктор Злой Короче Кокраш В общем Они Записывали Несколько Треков Таких Чисто Юмористических Чисто Стебных Назвали Это все Дело Туб Культуры Значит Я там В одном Треке Тоже Поучаствовал С Никитой Вот И Короче Как-то же Надо обозваться Что это Отдельная Короче Тема Была Отличная Доктор Злон Был отличный Кавер Плачет Колбаса Соответственно И звучит Как Доктор Злон Плачет Колбаса Забавно Да Кстати Топ Культура Иногда На старом Компе Сохранилась Хотелось бы Обратно Восстановить Послушать Потому что Действительно Забавный Тим Вопрос Валентину Расскажи Про свой Жизненный Путь От хип-хопа До Дезметала И джаза Ну вот Получается Начал Ну Начнем Короче С самого Шесть лет Меня Отдали На скрипку Ходил на скрипку Класса До пятого До шестого Потом Случилось Так То что В общем Паганини Страгивариус Из меня Точно так же Как Майкл Джордан Блин Не получились Вот Как-то Это я дело Забросил Занялся Спортом Но все равно Музыку Тимуло Занялся Электроночной И потом Выброс Сколько Побольше Случилось Короче Такое Небольшое Несчастье Можно сказать Я хорошенько Получил Тюлячик По башке Полежал В больничке Перенес Две операции Вот Голова Сильно Болела Короче Нельзя Было Ну Просто Невозможно Ни книжку Почитать Ни телек Посмотреть Ни компьютер Там Что-то Игрушки Какие-то Брат Сработал У меня Брат Музыкант Старший Он Привез С работы Короче Бас Гитара Все Я Я Засел И Отдавая Маньяч Поначалу Играли Там Ребята Меня позвали В группах Такое Объединение Играли Поп-панк Беспонтовый Потому что Играть Ни хрена Не умели Играли Сранг Четыре Аккорikte Та-та-та-та-та Ну и так далее Да у нас пол warстр하다 Пол двух аккордовый Нет Но это был Вообще Потом Сали Потихоньку Ну Все равно Как-то расти В музыкальном Плане Захотелось Поиграть Чего-то Посерьезнее Получается Ребятам Предложил А я вот Проперся По группе Карт Ребятам Предложил Че-нибудь Попробовать Короче В таком Духе Поиграть Получилось Немножко Не в таком Духе непонятно как настолько там не называли якутский линкен парку тире по папа рот там так далее вот группу назвали назвали джейн эвр была такая банда вот потом джейн эвр потихонечку загнулась сожалению там у кого что там ребята кто-то там в петербург уехал короче разбежались поучаствовал в других проектах там тоже разноплановую музыку удалось поиграть потом андре товарищ андреан анатольевич егоров дирижер оркестра государственного цирка тоже так как друг друг хорошим моего брательника позвал в цирк раз попробую чем-то фанкешники поиграли фанк понравилось прикольно захотелось еще чего-то больше потихоньку это все дело как бы эволюционировал джаз чем я сейчас с удовольствием занимаюсь то есть уже как бы музыка для музыканта такая вот история чем вы занимаетесь сейчас и возможно ли у вас тебе будет ли вторая жизнь работаем вообще работаем конечно дам всеми содержим там кто как может какую не знаю можно чуть попробовать вспомнить не скончено это уже больше как прикола ради что не совсем серьезно это будет дело если даже будет так скажем так может попробуем тряхнуть старину не знаю работа достаточно много времени занимает ребенок маленький сейчас не до этого то есть мое музыкальное например хобби вот касательно джазов и так далее нужно переросло профессию снять зарабатывать нормально достаточно хотелось конечно бы побольше так и будет после этот уже пока что точно не получите жены я это выдерживает это можете вырезать полностью вот такая замечательная группа бредов было загуглите приколе чем чем вы вдохновлялись когда записывали свои песни то есть когда писали текста точнее чем-то пережитом там ну то есть допустим если он на какую-то жит спасибо соседям живу тропеющую короче тему для нас например то есть не ну как бы что-то скажем может быть стебная там это просто по угару что-то скажем если там серьезная тема то есть это наташа и марина не годятся для витрины магазин что-то если там скажем что он такой личный ты конечно ушло изнутри так а то что совместки там это конечно это все этот короче окружающим миром до окружающими все очень видим весь негатив впитывал в себя в основном мрачные темы но это же он же должен быть мрачный грустный очень кстати классно ребята очень но мне очень нравилось как они читали так что большой им респект забинтованный пальчик когда вы читали рэп вы читали рэп с разными группами и поддерживаете ли вы контакты с ними сейчас какие-то и чем на него сейчас занимается можете об этом рассказать но как скажи с кем-то видимся с кем-то нет то есть все взрослые люди у всех 7 полинка разъехал работы кто-то уехал и постольку поскольку вот не дали как сегодня я поехал на работу к себе туда цирка и на остановке встретил жору который ехал тоже с работы я сегодня встретил катера надо как-то встретиться надо как-то встретиться с грифом и уже два-три года вот так давайте забухаем но это пока что встречаемся периодически а так работа работа если представить себе то что будет какой-нибудь большой концерт там где будут все суперзвезды из начала двухтысячных якутские но приняли бы мы участие в таком концерте мы если вы позвали почему нет с удовольствием это было бы прикольно не ну почему нет вы сюда только кому это все надо никому если она если бы разве что если бы добых это было реально прикольно интересно ну да недавно говорят агерон был любимый альбом только один на все времена от каждого не у меня есть любимый одном который сейчас периодически переслушиваю это вот дерево жизни вещи сон вещи соном золс препараться черепа 8 было который там вот мне эти песни вообще вот ну в душу западе классно альбом бесспорно то есть шедеврально но я не скажу что у меня там какой-то один я предпочитаю вот честно вот русский рэп на данный момент ну и тогда предпочитал иностранщик я не понимаю я не понимаю ну может они меня обзывают а ты сидишь ты куда-то честно говоря затрудняюсь и не скажу что у меня там какой-то много разный есть очень много музыки много настолько что нереально там даже половину переслушать как такового одного любимого нету их много лучшие mc якутии до 2005 года и лучшие mc якутии на данный момент если вы до сих пор слушаете его конечно этот вопрос ответ мне кажется очевиден это я лучший mc якутии честно я даже не знаю 2005 года меня это гриф наверно он и как батл один из лучших один из лучших без конкретно одного лучшего я тоже не назову то есть гриф там до были таланты ребята которые которые прям нравились бабай молодец молодца бесспорно еще там много кто блин вообще все по-своему каждого свое борт это интересное кто-то что-то привносил свою какую-то лепту нынешний не знаю ты знаешь нынешних рэперов вообще когда-то мне кокрыш показывал каких-то молодых пацанят там школа тут уже лет 16 это который он бойсбэн собирал да и не помню они прямо плотненько так стелили вообще круто мне понравилось но я к сожалению не запомнил ни название ничего и допустим в данный момент чем эти ребята занимаются может они давно уже тоже не но я сейчас как бы ну вот в этом контакте есть паблик там что-то культура для антикультура там якутии что ли там время от времени укладывает там этих современных исполнителей наших да это именно якутских да именно якутских музыкальный уровень якутии растет очень сильно растет да это бесспорно по части как бы скажем возьмем наше время и нынешнее время это земля и небо конечно ну так сколько лет то прошло опыт такое дело нажимаю раз уж такое дело зашло то чем якутский рэп тогда отличается от якутского рэпа сейчас на ваш взгляд он тогда было только начиналось он был самобытен само собой ну то есть это было в рамках грубо ошибок это да это вот просто пробовали что-то там какие-то направления интересные находили что-то получалось что-то не получалось старались тогда все просто только начиналось а нынешние рэперы не знаю маник они одинаковые это как эти бабы ута с этими с утиными губами все одинаковые не ну как не может быть есть нам просто маме нам не знаю не озвучение одинаковыми по всех я считаю эффекты я думаю большинство меня большинство большинство из наших рэперов я вот пока ну доводилось там некоторые вещи допустим но то есть так относительно недавно не сейчас девчонки неплохо начинают петь я вот слышал я даже вчера у тебя на телефон мне не подожди подожди в айфон я вчера добавил себе этот музыку какую-то девочку который поет не очень понравилось зашло но это же не рэп но это не рэп ну ты такой как это сейчас новая явление музыки называется не знаю ну типа чего тут с интернетом интернета тут нету да ладно ладно короче не суть девочка вот там у нее песня была под панамой вот это вообще отличная песня мне зашла не помню как ее зовут что-то там по-английски не помню как вы думаете чем отличался якутский рэп ну вот ваше время когда вы занимались ему от остального российского рэпа вот атмосферой как вы это чувствуете сложно сложно отличался но как поначалу конечно же по качеству если допустим у центральных ребят уже там был опыт и причем такой достаточно солидный у нас ни хрена не было у них условия были да но у нас ничего не ну как условия в них в принципе да то есть у них это было доступней что ли у нас это все приходилось начинать с нуля что-то там выдумывать какие-то хитро выебаные какие-то системы сертишки многоходовочки опять же что-то получалось что-то не получалось но опять же самобытность то есть например какие-то проблемы которые актуальны были для москвы например как там какая-то чудовищная там наркомания к примеру у нас такого такого здесь кстати нам еще у нас не актуально было так что там по вене бах там еще повезло что в наше время не было этих какого спайсов это вот актуально сейчас не знаю бедные дети последние пять лет скажем так дальнейшее развитие жанра в нашем регионе ночью растет на рассказала расти вообще по-любому какой-то прогресс должен быть то есть любом случае не будет другой стороны мне все-таки кажется что рэп как музыка в таком плане немножко себя исчерпал не но еще тот момент даже на якутском языке весь этот рэп до местным он уже дальше якутии никуда не выйдет ну это своя местная фича да как бы смысл я к тому то что допустим если с оглядкой даже на запад там местный там всякий постарается там тогда посмотрите что они сейчас делать это такой не был прекрасным больше части да да я бы гриф сказал когда-то это беонс ребята делал тот кач но просто немножко и живо себя русском рэпе тоже как бы до плане того что если раньше течение было сугубо каким-то андеграундным там это было прикольно там ну такое неформальное совсем дает течение то сейчас это больше я даже у них не речитатива это зарабатывание бабок опять же ну то есть black star и так далее посмотрите что они делают надо подкачаться надо это человек что нет это чтоб долбила либо в машине либо чтоб тёлки трясли под этой жопой за это хорошо платят и это но ребята нашли себя надо отдать все равно дань уважения то есть это далеко не каждый там кто умеет рот открывать читать дал пробился на большую сцену скажем так ты про этого таджика почетно если ребята стремились тогда ну то есть молодцы ноги популяризирует что ли то сейчас это то есть рэп стал попсу такового старого рэпа уже нет он да сейчас этот . кого сети но пара российские новые рэперы все эти что это у них бред вообще вот тут же оксимирон так что и руки на ролл это все ну короче любой музыкальный жанр да в принципе какого-то пика развивается потом выживает себя блюз наших все блюз и сюда он еще не загнулся другим ролл тоже уже мертв там со стариками со всякими там крутыми карбейнами там все мертвее и мертвее там эми вайнхаус да она тоже задернулся не ну короче это ничем хорошим не принимайте наркотики это плохо как вы относитесь появление такого жанра как сахар и и ваше отношение к тому то что он как бы взял тогда планку у нас республики до сих пор проект балла где ему еще проект во первых для республики очень актуально во первых но если что дальше республики не совсем с другой стороны абсолютно позитивно ребята нашли свою нишу можем только пожелать успехов удачи все получалось в рамках республик да и что делали качественную музыку соответственно я не знаю что я с собой сделаю когда этот на российскую цену выйдет рэпер сахарапа по мусортовой там не знаю что будет интересно это будет очень интересно ну что еще можно сказать ваши пожелания всем кто это слушает не слушает не будет слушать всем в общем мира добра с наступающим новым годом был 23 февраля 8 марта старайтесь кто решил встать на музыкальный путь старайтесь ищите себя пробуйте что-то новое не загонять никогда себя в рамке потому что музыки рамок быть не должно все получится